Приветствую, уважаемые подписчики и зрители моего канала! С вами Андрей и это модификация под названием «Западня». Данный мод вышел буквально на прошлой неделе и поразил меня своим сюжетом. Дело в том, что здесь события будут развиваться параллельно с событиями Зооприпяти. Всем нам известного, всем нам знакомого. Играть мы здесь будем за майора Шевченко. Это заместитель полковника Ковальского. Напоминаю, Ковальский это командир военных, выживших военных в Припяти. Вот, и соответственно будем выживать, помогать своей группе и так далее в непростых условиях зоны. Давайте посмотрим, как у нас это получится. Вперед! Значит, новая игра. Мастер! В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от одной до трех сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧАЭС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев. В прошлом опытный сталкер. В это же время небольшая группа военных, выживших после крушения вертолета в южной части Припяти, во главе с командиром отряда полковником Ковальским, оказывается в очень непростой ситуации. Оказавшись в полной изоляции, практически без радиосвязи, с ограниченным запасом боеприпасов, продовольствия и медикаментов, ничего не зная о решении СБУ, они пытаются самостоятельно найти выход из этой западни. Да, ребят, согласитесь, интригующее начало, да? И вот хочу сказать огромное спасибо разработчикам данной модификации, что дали нам такую возможность посмотреть на историю с другой стороны, да? Посмотреть, что же было до момента спасения Дегтяревым данных военных. Поэтому давайте посмотрим, как же здесь развивались события. И что же здесь произошло до прибытия майора Дегтярева. Здравия желаю, товарищ майор. Разрешите обратиться. Здравия желаю, сержант, обращайтесь. Товарищ майор, полковник Ковальский просит вас зайти к нему. Ясно, сержант, сейчас буду. А, майор, ну входи, входи. Здравия желаю, майор. У меня к тебе разговор. Слушаю, товарищ полковник. Майор, ты уже здесь после того, как выбили испрачный наемника. В четвертый день. Боеприпасы на исходе, да и провизия осталась дня на три. Да я в курсе дела, полковник. Папорщик Валентир сделал мне подобный доклад, в какой мы сейчас... Как бы это помягче сказать, ситуация. Так называемая ситуация усугубляется тем, что Центр категорично против спасательной операции, так как мы не можем дать ему четкую причину провала операции Фарвата. Перед началом операции были сделаны подробные карты пролета на территории зоны отчуждения. Но, тем не менее, десятки вертолетов не вернулись на базу. А если говорить точно, то не один. Центр не хочет рисковать, пока не будет ясности в произошедшем. Ясно, товарищ полковник. Выходит, что рассчитывать на помощь нам не приходится. Мы должны попробовать выбыться сами за периметр зоны. Согласен. Вот только без карты аномальных полей зоны нам дорог не найти. Идти без карты – это верная смерть всего отряда. Майор. Мы тут из всех выживших ребят самые старшие по званию. Нам принимать решение. На дозуги подумай, какой мы можем предложить бойцам план спасения. Понятно, товарищ полковник. Какие будут соображения? Как будут какие-то соображения, сразу вам доложу. И еще, майор. Как ты знаешь, зомбирные периодически атакуют прачечную. Откуда они приходят? Как они проникают в Припять? Масса вопросов, на которые у меня пока нет ответов. Вот, слышал? Опять пруд прачечную. У меня к тебе большая просьба. Осмотри внимательно территорию вокруг прачечной. Найди место, откуда они приходят. В бой можешь не связываться. Часовые ребята спецназа сами разберутся с зомбирными. Есть, товарищ полковник. Как только будут результаты осмотра территории, сразу вернусь к вам с докладом. Так, все. Значит, осмотреть территорию. На нас нападают зомбирные. Ясно. Разберемся. Попытаемся разобраться, по крайней мере. Так, давайте быстрее, быстрее. Потому что там наши... Наши ребята, блин, погибают. Не ворим, это... Вояк вышел. У меня есть пистолет и есть калаш. Да, соответственно. Так, ну они... Ё-моё. Так, понятно. Ну давайте посмотрим, что у них ценного есть. Так, у меня патроны к калашу. Ну давайте, наверное, патрончики все будем брать. Потому что неизвестно, как нам тут придется. Что тут с нами произойдет. Сами понимаете. Вот. А зомбирных полно, смотрите, да. Капец. Так, где там еще один остался? Ага, все. Ну вот, вроде бы с этим разобрались. Благо их немного. Это уже... Это уже сильно радует. Так, давайте используем все. Соберем все. Необходимые ресурсы. Так, вы там только гранату в меня не швыряли. Ага. Вот, вложили еще одного. К тому же я предлагаю собирать припасы все. Так как мы... Не расслабляться. В огромном дефиците, да. У нас ничего практически нет. Все на исходе. Мы с вами в условиях дефицита. Так, и что у нас еще есть? Все, да. Да, личном составе отдыхать. А мы пока... Кстати, а вот еще какие-то трупы. Ну-ка, давайте глянем, кто там у нас погиб. Зомбированный, что ли, тоже? Так, спрятать оружие надо. Ага. Наемники. Нифига себе. Ну-ка, давайте берем все. Вовка, Ведьмак. А зомбирный продолжает переть, да? Слышите? Жесть какая-то. Гоша-еж. Так, а ты у нас кто? Ну, слушайте, у меня такой тут запас, прям, еды нормальный. Хватит на первое время. В любом случае. Так, ладно, давайте оставим, что там. Детектор. А нам, наверное, здесь продавать некому, да? Скорее всего. Что толку собирать? Так, это у нас под патрончик. Это Форд. Это тоже Форд. 234. Я думаю, что более чем достаточно патронов. Так, это М1911. Оставим. Так, это у нас под патрон 99, да? Ну, в смысле, 99 патрончиков. 9.19. Так, и Винчестер. А это у нас... Ага. Это, я думаю, помощнее будет. Да. Ладно, давайте вот это, значит, разрядим. Вот это тоже разрядим. Это выкинем. Это тоже выкинем. А это оставим. К сожалению, только 8 патронов у нас. Не густо, да? ПМчик. ПМчик мне не надо. Мы поставим вместо него Форд. Во! Отлично. Все. Всего остального у нас, в принципе, достатки. Да, все есть. Так, что я хотел сделать? Мы хотели с вами исследовать местность, да? Посмотреть, что же там у нас творится. Откуда пруд зомбированный? Давайте глянем. Энергетики есть у меня? К сожалению, пока нет. Ну ладно. Так. Ну вот, вроде предполагаемое место их появления. Откуда они могли взяться? Непонятно. Куда тут вход в путепровод? Да? Отсюда, что ли? Нифига себе, они по лестнице, оказывается, смогут подниматься. Я не знал про это. Мозгов все-таки хватает. А, майор. Ну, входи, входи. Есть новости, майор. Да, так точно, товарищ полковник. Я обнаружил вход в путепровод. Куда он ведет, неизвестно. Но то, что зомбированный пруд из него, об этом, я думаю, сомнений нет. Ясно. Если твое предположение верно, то необходимо уничтожить этот рассадник, заразы. В кавычках. Майор, возьми бойцов из спецназа и проверь, что там, как в этом путепроводе. Никак нет, товарищ полковник. Я предлагаю другой вариант. В путепроводе, возможно, будут узкие проходы. В этом случае бойцы отряда будут только мешать друг другу. Разрешите мне одному спуститься в путепровод. Так сказать, на разведку. Если я увижу, что пройти будет невозможно, то вернусь за подкреплением. Хорошо, майор. Спускайся в путепровод один. Только без лишнего фанатизма. Слышишь меня? Если увидишь, что силы не равны, то сразу дуй на поверхность. Слушаюсь, товарищ полковник. Задача понятна. Я мигом. Все, ребятки, погнали. Путепровод. Кстати, интересно вообще. Хорошая прям задумка. Реально. Мне бы чем этот сюжет поразил. То, что мы тут на историю, на историю Зова Припяти смотрим совсем другими глазами. Да? Играя за военных. Так, вон там еще трупик лежит. Да не один. Давайте по возможностям все осматривать. Вот. Сами понимаете. А, кстати, знаете, что я хотел проверить? Здесь же должен быть, по идее, техник. Давайте быстренько посмотрим. Есть он тут или нет. Так, личный ящик. Все как положено. Бутылочка водочки. Но нам не надо. У нас полно. Ремонт, модификация. Так, ты ремонтируешь? Ох ты, ребятки. Еще и за бесплатно. Вообще супер. Давайте по максимуму все починим. Что нам можно починить. Вообще шикарно, ребятки. Вообще. Хоть у нас две с половиной есть. Мы потом, потом лейтенанту водочки подгоним, да? Так. Медицинская помощь. Ага. Смотрите, и лечит еще бесплатно. Отлично. Так, давайте определимся с оружием, которое я возьму. Ну, дробовик нам в любом случае нужен. Сами понимаете. Вот. А МП-5. У меня патронов 122 получается на МПшечку. Но пока выложим. Не вижу я смысла таскать с собой данный ствол. Так, калаш. Можем разрядить. И оставить вот этот, да? АК-74. Автомат. 1970-го года выпуска. Ну, а вот этот, который поменьше. Выложим, ладно. Так. Патроны под М19-11. У меня мало, поэтому тоже выложим пока. Ну, дробовик оставим. 8 патрончиков, конечно. Никуда это не годится. Так. ФН-ХП-ДА. Ох ты. Что мне как-то рассказали. Интересный ствол тоже. Не обестолкнулись как-то наш и американские спутники. Оставим, наверное, форт и патрончиков. А наши врут, что наш спутник был неуправляемым. Ну вот, 60 патрончиков. Так, водочку тоже, так сказать, много не будем. Припасы тоже самое. Ну, это все нафиг. Только лишний вес. Вот. И... Не, бинтов, наверное, возьмем побольше. Нечего жалеть. Все, отлично. Отправляемся в пути-провод. Так. И посмотрим, что же нас там ждет. Не расслабляться! Я так понимаю, сейчас там нам не сладко придется. Если оттуда зомбирные чешут, то о чем тут речь может быть, да, ребят? Согласитесь. А вдруг их там сотни? Может быть, все-таки подмогу надо было взять? Ну ладно, посмотрим, ребят, как получится. Так. Да уж, ребятки, счетчик показывает, что здесь как минимум человек 10. Блин. А вот это вот плохо. Ох ты, елки-палки. Вот они все, смотрите. Стоят, как ни в чем не бывало. Так, а здесь у нас что? Ух, ух, ух. Все, 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 все. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, зашибут ведь. Давайте, наверное, подпускать поближе. Я не знаю, что делать. Или там толпа целая, да? Ага. Целиться надо в голову, иначе... Иначе нам... Иначе так быстро их не убить, нифига. Вы тратите, блин, мои патроны. Слышите, да? Какой расход у них. Так, все, что ли? Да не, какой все, четыре человека. Елки-палки. Так, все, лежи. Ну, вроде бы четверо, нормально. Так, давайте брать все по возможности, потому что не знаю я, что пригодится, что не пригодится. Считайте, что это наш запас. Смотрите, гроза есть опять-таки. Так, что, тяжело тебе, да? Тяжело тебе. Значит, чем я буду пользоваться однозначно? Вот это я вам выложу. Такой у меня ствол есть. Так, такой у меня тем более есть. Выкладываем все. Жалко, нельзя модифицировать здесь, скорее всего. Нету техника, которая может нам усовершенствовать. Так, этот табаканчик получше, да, нашего калаша. Оставим его. Так, а это... Вот С-14 гроза. Но под нее патрончиков мало. Ладно, оставим. Но зато у нее есть, видите, можно использовать гранаты ВОК. Ладно, это мы сейчас разберемся. Пока я не буду загадывать. Но, судя по всему, абаканчик я лучше возьму. Вот. Больше всего у меня пока 5.45 патронов. Так, что у тебя, бедолага? Берем. Смотрите. Костер разожгли. Нифига себе. Зомбаки, да? Гляньте. Ума хватает. По лестнице подняться. Костерчик разжечь. Ой, отлично. Отлично. Абаканчик, смотрите. И прям прицеливается прям все ништяк. Отлично. Сейчас вот этих вот сволочей отстреляем. Замберами. Ой, блин. Ну-ка. Не, хорошие прицелы, посмотрите. Да сколько у вас там? Еще и снорки, ребятки. Ой, как хорошо работать с этим стволом. Вы посмотрите. Блин, снорков целая тьма, а? Не, надо было все-таки брать с собой отряд. Чувствую я здесь, наверное, не все так просто, как мне кажется. Так, а срезать я с них ничего не могу? Нет, не могу, да? Да, нафиг мне надо. Запчасти мутанты. Что мне их продавать, что ли? Кому тем более? Монолитовцам? Ну их нафиг. Так, ну все, берем все прям по максимуму. Потому что я не знаю, что мне тут может пригодиться. А может выйти так, что пригодится все, да? Так, ладно, опять перерос. Так, что у нас здесь? Не знаю, вот набираю вот эти патроны. Но опять-таки, наверное, зазря все. Кроме как пистолету они больше ни к чему не подходят. К ПМ какому-нибудь. И у меня сейчас радиации лупит. Давайте, наверное, немножко нерву успокоим. Намахнем, так сказать. И подлечимся. За здоровьем тоже надо следить. Ну и нафиг. Да. Ну вот много-много-много вот этих патронов. Но нету техника, которая мог бы модифицировать, да? МП-5, к примеру. Под этот патрончик. Так. Смотрите, ящичек. Ох ты. Так, это что такое? Книга с картами. Ага. Патроны. Это понятно. А что за флешка? Чтобы прочитать содержимый флешки, ее нужно вставить в ПДА использовать. Так. Это что-то новенькое. Ну-ка, давайте. Ох ты. Да какой же это ПДА? Это целый планшет. Смотрите, да? Интересно, как сделали. Запись от 4 апреля 2011 года. Это профессор Сахаров. Для включения режима программирования лифта необходимо одновременно нажать желтую и красную кнопки лифта. И удерживать их в течение 20-25 секунд. После сигнала в программу контролирующего движения лифта необходимо ввести код спуска в лабораторию X8. 543-2. Как-то я не по-русски прочитал. 543-2. Код доступа в лабораторию X8 190678. Запись от 30 сентября 2011 года. Это профессор Сахаров. Меня с коллегой переводят в новую лабораторию, недалеко от заброшенной фабрики. Говорят, что бункер готов и полностью оснащен оборудованием для проведения экспериментов. Пока пережидаем выброс в путепроводе. Лабораторию X8, где я проработал последние полгода, планируют законсервировать. Да, интересные события. Оказывается, у нас профессор Сахаров тоже имеет отношение ко всем этим загадочным лабораториям. Вы посмотрите. X8. Работал там когда-то. Не такой он и простой. Ну, то есть в зоне есть люди, которые могут как минимум что-то рассказать о том, как появилась зона. А то большинство сталкеров говорит, что никто ничего не знает. А на самом деле это не так все просто. Так, давайте перекусим. Даже тот же профессор Сахаров, да, замешан во всем. Так, мы пришли с вами отсюда. Значит, это налево и направо, да, нам можно пройти. Ага. Ну, давайте отсюда. Здесь вроде не так много. Смотрите, медикаменты. Все берем. Это я помню еще со времен Зооприпяти здесь все лежит. Оставим Дегтяреву ни с чем, да? Он же здесь снова пойдет. Ха-ха-ха-ха. Это, конечно, шутки. Ладно. Так. Там, значит, тупик и полным-полной радиации. Опять я, конечно, хапнул. Ладно. Пока потерпим. Там вроде не такое большое. И излучение. Главное, чтобы здесь не было всяких тварей. Да вот, небось, зомбирно отсюда и прут вместе с этими снорками. Смотрите. Куда вот ведут эти тоннели? Шаги, слышь, какие-то. Ага. Не, зря я использую. Зря я использую наш гробовик. Да ё-моё. Хорошо, что зомби такие мазилы. Иначе мне конец было. Так, берем все. Берем все. Так, это выложим. Это выложим. Это заберем. Так, ясно. Какой-то труп. Наемник какой-то погибший. Так, еще какая-то флешка. Так, все берем. А вот это выкидываем. Хорошо. Так, и какой-то один человек здесь еще остался. Или он там, за дверью? Дверь заблокирована. Скорее всего, там, да? Да зомби теперь. Кто же еще это может быть? Ладно, не будем испытывать судьбу. Пойдемте ближе к выходу. Там уже будем думать. Видите, я уже даже бежать не могу, потому что у меня жуткий переверус. Да, кстати, ребятки, здесь вот у костерка есть гранаты. Можно это взять. Так. Тайничок всем наверняка известный. Вот. Ну, в принципе, больше здесь я ничего полезного не нашел для нас. Гранату, судя по всему, оставили зомби. Потому что больше я не представляю, кто мог это сделать. Так, ладно. Давайте присядем и посмотрим, что же там у нас за флешечка-то. Так, флешка с кодом замка сейфов прачечные. Ох ты, ничего себе. Ну-ка. Запись от 29 июля 2012 года. Боец группировки наемники. Слышали хлопок и через несколько секунд сильный грохот на юге Припяти. Такое впечатление, что где-то неподалеку рухнула вертушка. Завтра планируем проверить этот район. Запись от 30 июля 2012 года. Боец группировки наемники. Нас окружает. Не могу понять, откуда взялись эти военные. Нужно срочно уходить из прачечной. Пока нас тут всех не положили. В одну братскую могилу. Флешку с кодами по договоренности с шакалом оставляю в сейфе прачечные. Он сам заберет ее из сейфа. Если, конечно, теперь сможет. Шакал знает код доступа к сейфу прачечной. 180678. Сам ухожу через заднюю дверь. Прачечная в пути провод. Нужно переждать, пока военные не свалят из Припяти. Так, ну что ж. Очень интересная информация. Значит, у нас в прачечной какой-то сейф есть. Будем его искать. Так, значит, в принципе, здесь все. Давайте наш планшет свернем. Ну и все, давайте выбираться наружу. Больше я здесь не вижу смысла ничего делать. Ошиваться тоже здесь особой причины нет. Тем более нас ждет Ковальский. Надо ему доложить о всей сложившей ситуации и о том, что мы с вами нашли в пути проводя. Так что отправляемся к нему. Так, ну, наконец-таки, свет божий. К Ковальскому. Отправляемся к Ковальскому. Да. Так, где у нас-то, где его кабинет-то? Здесь, что ли? Да, по-моему, здесь. А, майор? Да. Ну, входи, входи. Я... Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю, товарищ подполковник. Полковник, товарищ полковник. Задача выполнена. Я только что вернулся из путепровода. Как и предлагалось, в путепроводе я наткнулся на большую группу зомбирных. Даже костер развели, товарищ полковник. Группа зомбирных уничтожена. Отличная работа, майор. По крайней мере, какое-то время зомбирные нас оставят в покое. Я сейчас же отдам приказ группе спецназа, чтобы они заделали проход в путепровод и выставили охрану. И еще, товарищ полковник, в путепроводе я обнаружил некие документы, в которых указано расположение секретных лабораторий зоны отчуждения, а также флешку с кодами доступа в одну из них. Я так понимаю, здесь, в Припяти. Вот только где этот вход? Так, а ведь, возможно, это шанс, майор. Оставь пока эти документы и флешку у меня. Я попробую разобраться с чертежами. Держите, товарищ полковник. Майор, ты пока отдохни, чайщик дубой. Как только у меня будет понимание содержимого этих документов, мы обсудим с тобой план дальнейших действий. Слушаюсь, товарищ полковник. Так, дождаться вызова к Ковальскому. А это, кстати, что за сейф? Ну-ка, ввести код открытия сейфа. Ничего себе. Так это же тот самый, наверное, да? Да-да-да, у нас есть код. 180. Так, стоп. 180. 180. 678. Ага. Так. Ох ты, детектор Велес. Отлично. Это мы заберем сразу. И какая-то флешка. Так, а что за флешка-то? Ну-ка, давайте. Запись от 28 июля 2012 года. Боец в группировке наемники. Шакал. Как ты и просила? Подготови оружие для операции в Припяти. Как было уставлено? Раскидал его по сейфу в Припяти. Код доступа к сейфу в речном порту. 200-678. Код доступа к сейфу в школе. 210-678. И код доступа к сейфу в КБУ Юбилейный. 220-678. Так, ну поскольку у нас тут Ковальский пока разбирается, да, ребятки, я предлагаю отправиться на поиск этих сейфов, соответственно. Все равно нам пока делать нечего. Квестов дополнительных, я так понимаю, здесь нет. Мое дело стрелять. Да, ваше дело... Она идет поговорить, это к командиру. Ваше дело стрелять, это все ясно. Вот, но перед тем, как отправиться, я предлагаю сейчас починить наше оружие. Вот, а нам как вообще? Кирилл в... Ой, Кирилл, да, Кирилл в... Не выдает, да, боеприпасы? Зубами удержусь, я вытянул. Давайте починимся. Это все коту под хвост. Короче, слушайте. Ага. Ну вот починил я грозу, но пока, ребят, не знаю. Запомните. Очень часто после проверки боем оказывается, что надежный тыл на самом деле... Так, АК-74 сейчас выложим. Давайте. Так, подлечик у нас, а? Мир радиации хлещет. Проговец. О, отлично, от души спасибо. С меня проставо, пацаны. Однозначно. За собой-то следить все время надо. Как только выберемся. За другими тоже. А, выложу пока, ребят. Не знаю, гроза, конечно, поубойнее будет. По всем показателям. Но дело в том, что у меня всего 22 патроночек. Это никуда не годится. Вы это, в принципе, и без меня все знаете. Вот. Единственное, что я вот сейчас патроны тоже выложу. Вот это выложу. Давай мне лишнее не таскать. Водки у меня уже прилично накопилось. Кстати говоря, как предложение могу еще сходить по артефакту. Да, в принципе. Почему бы и нет. Пока там Ковальский изучает карты, чертежи. Правильно же, правильно. Так что, давайте отправимся. Значит, первый сейф у нас в КБО. Юбилейный и в школе. Да, в школе и речной порт еще. Ну, давайте, например. Так, это школа. А, ну вот, прям в КБО сейчас. Потом в школу. И потом, значит, в речной порт. Вот так мы и поступим с вами. Давайте. Так и сделаем. Нарвался, нарвался. Нет, на тушкайте нас. Причем мелкие твари. Ну, блин. Своего не упустят. Ладно. Только эту мне не хватало, ребятки. Кровосос собственной персоной. Тварь такая, а. Теперь ведь не отвяжется. Блин. Так, в кусты пока присядем. Где-то мои аптечки. Ё-моё. Ага. Прямо на него нарвался. Все, готов. Отлично. Тварь какая, а. А здесь вот, ребят, огненная аномалия. Давайте, может, по артефакту. А, там, смотрите, тварь какая. Псен-собака. Ага. Вообще супер дробовичок у меня. Или мне просто после НЛС-7. Кайф по ним стрелять. С такой модификацией. Так, давайте посмотрим. Ага. Что-то есть, ребят. Ох ты. Шар огненный. Ничего себе. Вот это, вот это подарок зоны, да. Ну-ка, давайте глянем. Так, там никого у нас нету. А что он нам дает? Заживление ран плюс 6. Радиация плюс 3. А, ну нет, нет, нет. Вешать пока не будем, потому что иначе я от радиации попаду. Так что пока без артефактов. Вот, единственное, сейчас подлечимся. Вот. Ну и в принципе все, пойдемте. Так, все-таки КБО юбилейное. У нас вот есть еще старый КБО. Вот. Соответственно, вот старый получается, а вот юбилейный, да, вот этот. Вот нам сюда. Так что пойдемте посмотрим, что там у нас. Что у нас там есть. Блин, да как этот забор-то бежать? О. Жалко, ни одного энергетика я не нашел. Или они в этой игре вообще отсутствуют? Кстати, здесь можно поискать будет артефакт. Я слышу аномалия. Так, берем, наверное, сразу калаш. Абакан, точнее. Но вроде бы тихо, да, я никого не слышу. Тогда лучше детектор. Давайте детектор возьмем. И ищем сейф. Ищем сейф, ребят. Засветил один артефакт, но он, похоже, что выше. Так что уже не зря пришли. Так, майор, зайди ко мне. Я почти разобрался в чертежах. Есть что обсудить. Ну, сейчас мы тогда сейфы обыщем. А потом уже будем тогда возвращаться к майору. Так, ну, здесь, конечно, все пусто кругом. Вот. Не так просто найти, тем более, несколько этажей. Фиг узнает, где этот сейф находится. Так что, ребятки, давайте я на паузе поищу. Так, а вот, ребятки, и сейф. Вот он и сейф. Так, давайте еще раз глянем, какой у нас там ход. 220-678. 220-678. Ага. Ох ты, ребятушки. Вот это стволы. Берем однозначно. Жалко, только у меня патронов мало. Я даже не знаю, что делать. Ладно, ладно. Сейчас снимем артефакт и пойдем уже отсюда. Соответственно. Так, возьми-ка-то, наверное, лучше болты. Да, судя по всему, ребят, артефакты находятся на крыше. Потому что никак я их не могу здесь найти. Вот. И, соответственно, здесь не один артефакт, как минимум два. Осталось только найти выход на крышу. Или как вообще-то, в принципе, можно добраться или нельзя. Ну, как-то наверняка можно. Такого быть не может. Ладно. Так, а вот и вход на крышу. Ну-ка, ребятушки, давайте как-нибудь аккуратненько работать. Потому что аномалии электро она убивает моментально. Сами знаете. Так, вот вижу один. Хорошо бы, если на выносливость, да? Обычно в электрических аномалиях встречаются артефакты, которые добавляют выносливости. Если мне память не изменяет. А память мне изменять не должно быть. Не забывайте, артефакты еще перемещаются. И от этого еще сложнее их раздобыть. Блин. Хоть какую-нибудь снять. Ё-моё. Давай-давай-давай. Только не говорите, что на самый верх надо... Ага. Ох ты, красота какая, ребятки. Снежинка. Вот это вот подарок зоны, а? Восстановление сил плюс 6. Ну, вот видите, радиация плюс 3. Нам надо что-то против радиации. Тогда мы с вами бы вообще сейчас носились только в путь. Сами понимаете. Вот, но, опять-таки, повторюсь, радиация. Ладно. Начало хорошее. Сейчас снимем еще один артефактик. Я надеюсь. Главное не попасться. Ага. Так, это что у нас? Генгальский огнер. Огонь. Электрозащита плюс 3. Но радиация, опять-таки, плюс 1. Как вариант, конечно, можно сейчас его использовать, да? А потом снять. Ну, давайте, чтобы малый так сейчас зацепит. Ну и нафиг. Не хотелось бы здесь погибнуть. Не, ну, мы вроде с вами сталкер-то опытные. Нам никакой детектор аномалии не нужен. Болтик. И вперед. Полагаясь на свое чутье. Видите? Нормально получается-то. Так, никого там нету, никаких сволочей-то. Ну, вроде тишина. Так, ладно. Ну и, соответственно, куда? Можем отправиться сейчас сюда. В старое КБО. По-моему, еще вот здесь какая-то аномалия была. Можно там полазить. Посмотрим сейчас. Так, аккуратно. Ага, все. Блин, где-то конкретно я хапну радиацию. Ну, не где-то конкретно, а из-за этого бенгальского огня. Плюс 1 добавляет. А смотрите, какой уже сильный уровень радиации. Никуда это не годится. Поэтому употребляем сейчас водочку, аптечку. Вот. Ну, вот так уже более-менее. То есть на пояс вешать их опасно. Для здоровья. Не знаю даже, что делать. Надо срочно искать артефакт, который убирает радиацию. Так, и перекусить бы не мешало. Хотя бы колбаски, что ли. Ну, вот как-то так, ребятки. Как-то так. Да, ребят. Хочется мне еще вот сюда вот сходить. Поискать опять-таки артефакты. Может быть что-то полезное. И плюс, если мне не изменяет память, там нас наверху в квартирке ждет сюрприз. Давайте все-таки проверим. Вот. Но продолжим мы уже в следующей серии. Это, соответственно, я заканчиваю. Комментируйте. Ставьте палец вверх или вниз. Понравилось в зависимости или не понравилось. Подписывайтесь на канал. Ну, и впереди, ребят, все самое интересное. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok